Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я хочу с вами поговорить об одном интересном тренере. Не так много людей в этом мире, тем более тренеров, которым я уделяю внимание и записываю отдельный видеоматериал. Почему именно о нем и почему отдельный видеоматериал? Дело в том, что есть тип тренингов, о которых рассказать как-то, да, ну невозможно, их надо прожить. Это тренинги проживания. Ведь, ну, если смотреть по правде, да, когда проводится тренинг, если приезжает тренер, и у него есть очень много каких-то материалов для программы ума, красивых выступлений, каких-то ментальных конструкций, доказательных баз, научных подходов и так далее, то он просто идет от пункта по пункту по конспекту и выдает эту информацию людям. Люди приходят за информацией. И они довольны, уходят с конспектами, плюс уходят с сертификатами, плюс, если дополнить это физическими упражнениями, то это все, что человек может ощутить и потрогать. И у него он обменял деньги на какой-то продукт, который он может потрогать, повесить на стенку, показать знакомым и так далее, и похвастаться, какой он умный. Но есть тип тренингов, который, вот в нем все вот это отсутствует. Но при этом эти тренинги на порядок глубже и на порядок эффективнее в жизни. Но при этом у человека на выходе, ну, сертификат, конечно, можно дать, но все, что касается больших конспектов, потрогать, почитать, показать окружающим, чему я научился, у человека не получится. И кажется, возникает такая пустота, как будто ты потратил деньги непонятно на что. Так вот, самое интересное, что именно в этих тренингах на что и понятно, да, на что тратятся деньги. Вот к одному из таких тренингов относится работа, к одному из таких типов относится работа Евгения Волкова, необычайно глубокого тренера, который работает с измененными состояниями сознания. И он практик, он берет человека и ведет в определенное состояние за собой. Прогоняет все через чувства, через ощущения, через проживание, через свой личный трансперсональный опыт. У человека остается трансперсональный опыт, да, и при этом человек может воплотить, реализовать очень быстро свои желания, свои заданные цели, свои поставленные задачи. Причем работает это магически быстро. То есть вот этот тип техник, он уже вообще относится к магическим, да, то есть начинается он с обычного уровня и дальше идет на глубинные уровни работы сознания человека с измененными состояниями и с моментами такими мистическими, да, то, что у нас заложено в глубинах психики. Там мы выходим и на ресурсы наших психических возможностей, там мы пытаемся с этими ресурсами еще каким-то образом осознанно взаимодействовать. То есть вообще даже словами здесь объяснять что-то очень сложно. Поэтому я вот про эти тренинги не решалась говорить, я написала один раз отзыв, и вот сейчас решилась просто дать на широкую аудиторию результаты, да. То есть кого это впечатлит, мои собственные результаты, кого это впечатлит, тот может прийти и попробовать. Евгений Волков проживает в Санкт-Петербурге, работает там же, профессиональный психолог, занимается практикой психологической уже более, оказание психологической помощи более 20 лет. При этом это человек, который объездил очень много тренингов разных курсов, мастеров, он был в аскезе, он жил в одиночестве, он жил в православном монастыре, и он же перевел, то есть настоятель монастыря доверил ему определенные книги, и он же перевел их со старославянского, и он же смог адаптировать их, то есть книги-то были написаны для духовного развития человека, да, путь к просветлению, путь к Богу. Он же вот эти все техники, которые там предлагалось, сумел положить, этот опыт сумел положить на то, чтобы достигать материальные цели, то есть примерил к материальному миру. Такой человек уникальных внутренних возможностей и уникального любопытства, когда ему хочется все, что он узнает, тут же примерить, выдать в мир, выдать в эфир, для того, чтобы люди в дальнейшем смогли этим всем пользоваться. К нам он приезжал осенью, и осенью, период достаточно сложный с точки зрения психотерапии, очень большое количество людей обострения, и вот осенью на его тренинге, в процессе тренинга я проставила определенные цели, вот у меня есть такая тетрадочка, где я очень много писала, выполняла задания, даже после отъезда его писала, выполняла задания. Там использовались техники православных монахов, был вот этот тренинг тогда. Те цели, которые я проставила, я сейчас просто поделюсь, какие результаты вот за это время, то есть конец октября, грубо говоря, и сейчас середина января. Я не ставила целью, типа, купить мобильный телефон, или кошелечек от Дольчика Бана, или сумочку, или туфельки, или еще что-то. Все, что касается вещей, которые я могу просто пойти и купить, и там трудность в том, чтобы они там были в наличии в Беларуси, все решается просто. Я уже на видео делилась техникой, как я это делаю, я просто задаю Богу и прошу, чтобы он это все реализовал, и потом мне это случайно попадается на глаза, и я это покупаю. То есть это все просто. Поэтому использовать техники Волкова я для этого не использовала. Хотя я знаю, что в нашей группе были люди, кто использовал, и материализовалось это крайне быстро. Уже к концу курса они имели вот те мелочи, которые они хотели иметь. У меня были более такие глобальные и очень глобальные цели. Одной из целей было привлечение в мою жизнь интересных психотехник по работе с бессознательным и именно с возможностью качественной отработки генетических программ, установок, так, чтобы их можно было удалить и безвозвратно. Но не просто удалить безвозвратно, но вообще их отыскать и каким-то образом видоизменить. То есть все, что касается метельных меток и эпигенов, чтобы я могла иметь технику, чтобы с этим работать. Буквально я не успела еще доделать вот эту цель. В тетрадке, когда в моей жизни появилась женщина Ирина Борисевич, видео с ней я тоже уже выложила, и она же предложила в Беларуси привезти технику РПТ. Она уже съездила, поучилась и дала мне контактную информацию тренера. Она вообще выполнила всю мою работу, и на сегодняшний день уже этот тренинг стоит в расписании. Это была одна цель, она материализовалась практически сразу же. Вторая цель была из этой же оперы. Я очень хотела найти людей, которые занимаются моделированием реальности. Тоже не прошло и там какой-то короткого промежутка времени. Мне позвонил человек, и вот уже в конце декабря мы договорились, и в первых числах января мы встретились с Владимиром Бесфамильным. Эта встреча была незабываемая, потому что она началась с того, что в течение первого часа разговора он фактически исправил ошибки, все мои ошибки, которые я допустила при постановке своей третьей глобальной цели. Он их просто проговорил. Проговорил все мои косяки. Я не знала, мне смеяться или мне грустить, но мне было весело, глядя на это. И теперь я эту цель переписываю. То есть я ее сделала неправильно. И это мне озвучил человек, который вообще не знал, чего я писала, и вообще не касался моих целей. Просто при первой встрече он начал рассказывать свой жизненный опыт. И вот этот жизненный опыт таким образом пересекся с моим, что полностью корректировало моим. Мне было весело на самом деле. Вот это те вещи, которые так магически случаются во Вселенной, когда ты видишь, ты ловишь от этого. Просто кайф. Кроме того, среди моих целей было две поправки в законодательство, чтобы оно было внесено в области бизнеса. Обе прошли. На сегодняшний день один указ подписан, второй лежит на подписи. Там эти пункты есть. Те, которые я прописывала тогда в целях. Далее. Что касается аудитории. Среди моих целей была одна из целей. Сейчас я даже могу вам зачитать кусочек. Там же составляется образ, молитва. Там своя молитва составляется. Господи, приведи на мои семинары интересующихся, платить тоже способных, адекватных и общительных. Откроем доступ к нашему проекту. Дело в том, что осенью меня действительно очень сильно мучают телефонные звонки, когда звонят люди с обострениями, с осенними обострениями. Потом такой же период есть весной с весенними обострениями, когда телефон может по 40 минут, по часу разговаривать сам с собой. При этом мне приходится либо выслушивать, либо уделять все-таки какое-то внимание. И я понимаю, что у человека есть проблема. Но перенаправить его на профессиональные уши не всегда получается, в силу того, что он не хочет об этих ушах слышать. И эти звонки занимают достаточно много времени и снижают эффективность моей работы. Поэтому одна из задач было вот эти звонки как-то перевести на других лиц. И оно случилось. Оно случилось с момента, как были проставлены цели. До сегодняшнего дня мне не раздалось ни одного такого телефонного звонка. Это, конечно, тоже удивительный момент. Далее. Среди моих целей были телевизионные проекты. И что самое интересное. Один из проектов, он назывался «Битва экстрасенсов в Беларуси». Я очень не хотела, чтобы он состоялся. Ну, я честно говорю, я считаю эту программу обманом. Если это шоу, так давайте его презентовать как шоу. Если это все-таки работа экстрасенсов, давайте презентовать как работу экстрасенсов. А пытаться из работы экстрасенсов сделать шоу и перевести его на криминальные в дальнейшем рельсы, но это вообще нелогично и не имеет смысла. И в конце концов этот предел когда-то должен был закончиться. Я искренне обрадовалась, когда узнала, что опять-таки не прошло, наверное, двух недель, когда я узнала, что этот проект был свернут на белорусском телевидении. Вот. И зато открылся новый проект. Мне понравились подходы. Но это уже с российским телеканалом. Поэтому, опять-таки, это пошло в работу. Это сегодня есть. И меня это на самом деле очень сильно радует. Вы знаете, если остановиться на самой технике, то есть она реально рабочая. Все, что я задала по всем, абсолютно по всем целям, прошла движуха. Было еще, наверное, две цели, от которых я отказалась со временем, потому что я поняла, что они бессмысленны. То есть я придумала себе какой-то образ, который мне не нужен. У меня точно такой же образ есть, только в другом цвете, касательно автомобиля. И мне, по сути дела, вот эти вещи оказались… То есть я придумала сама себе понты. Были цели, от которых я просто в процессе отказалась. Самое интересное, что я поняла суть вот этой техники со временем. То есть на семинаре было проживание. А потом же есть период, когда ты ее встраиваешь в жизнь. Каким образом ты ее будешь применять. Так вот, оказалось, что эта техника наилучшим, наивысшим образом подходит к встраиванию при работе с контрактами на бессознательном уровне. Это изумительная техника, то есть она вплотную подводит к этим темам. И если у человека не получается загрузиться для того, чтобы работать с контрактами, то уже через вот эту технику у него получится решать определенные задачи, которые вообще, казалось бы, к нему не имеют никакого отношения, но эти изменения в жизни он увидит, и Вселенная ему их отобразит. Это, конечно, просто беспрецедентно, но это рабочие вещи. И понимаете, самое интересное, что сама техника в обществе у нас, если говорить по пунктам, она полностью подменена на дешевых семинарах, где рассказывают про визуализацию, умение себя погрузить в образ, вот так на переднее сиденье и рядом собачку. Вот эти вот все вещи, которые, они тоже могут сработать. Мысли-образы все на самом деле срабатывают, но это срабатывает не на том уровне. Глубина этого тренинга на порядок глубже. И если брать мастерство тренера, вот я, например, такие тренинги проводить не могу. То есть я могу людям объяснить, как это делается, а дальше это ваши трудности. Хотите работать, хотите не работайте. Либо же загрузить людей через какую-то общую медитацию и показать, каким образом ведется работа. Но дальше опять-таки зона вашей ответственности. Если вы раскачаны, вы сможете работать, не раскачаны, не сможете работать. И меня не сильно парит результат. Здесь же я в Евгении Волкове увидела человека, который радеет вот за этот результат у каждого. То есть фактически, когда человек, когда у человека не получалось, или человека пробивало на эмоцию, там на смех или на слезы, или еще на что-то, он уделял каждому очень много внимания. Он фактически доводил каждого до той точки, чтобы у него эта техника была рабочей. Понимаете, это реально такой труд тренера, незаметный, но именно он определяет качество тренинга. То есть именно он приводит в дальнейшем к результатам, потому что у человека на выходе останется его собственный опыт, и в дальнейшем он эту технику сможет применять сам, там, где он захочет. Поэтому, когда Евгений Волков сказал, что у него есть еще более глубокие программы, типа программы опыта предельного, я тут же захотела ее в Минске. Я не знаю пока, о чем будет эта программа, но я знаю, что она будет. Ну вот, пока и все. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова